Джунглем в колене места решили французские власти и принялись ликвидировать лагерь беженцев. Столкновений с полицией сбежать не удалось. На парламентских выборах в Литве победила оппозиция. Литовцы проголосовали. А вот чего ждать от победителей, пока не знают и сами. Тех, кто уцелеет в результате бомбардировок, ждет голод. В ООН заявляют о гуманитарной катастрофе в сирийском Алеппо. В России новый скандал с поставками лекарств. Пациенты спасают себя сами, рассылают таблетки друг другу по почте. Заживо сожгли 25 тысяч человек. В Одессе вспоминают массовое уничтожение евреев в октябре 41-го. За 100 лет люди так и не смогли понять, чего стоит их жизнь. Главный приз кинофестиваля в Риге получил фильм о Первой мировой. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В джунгли во французском Кале ликвидируют. Джунглями местные жители называют лагерь беженцев, где нашли кровь 6,5 тысяч выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Мигрантов доставляют во временное центр размещения. Операция по расселению началась на рассвете. Утро в Кале выдалось холодным. Беженцы выходили из боксов, укутавшись в одеяло. Существование джунглей неоднократно вызывало протесты французов. На ликвидации лагеря настаивали даже местные власти, называя его трущобами. Вот, как видим, далеко не все обитатели джунглей согласны уезжать. Власти ждут новых столкновений с полицией. Подробнее Екатерина Бучнева. Пока одни обитатели джунглей Кале поджигали туалетные кабинки и бросали камни в полицейских, другие выстраивались в очередь на эвакуацию. До конца недели всех жителей палаточного лагеря должны расселить по 450 приемным центрам по всей Франции. Процесс переезда начинается в огромном ангаре. Сюда, с сумками и чемоданами, мигранты начали приходить еще затемно. Мы могли бы вывезти до 3000 человек. У нас есть 60 автобусов. Но часть из них уедут полупустыми, потому что некоторые приемные центры готовы принять лишь 30 мигрантов. Так что сегодня мы заберем около 2500 человек. Всех жителей джунглей разделят на четыре группы. Семьи, одиночки, дети без сопровождения и слабозащищенные взрослые. К ним относят женщины пожилых. Затем их доставят в приемные центры. Там они пройдут медицинское обследование. И если еще не сделали этого, оформят заявки на получение статуса беженцев. Решать, куда именно они отправятся, мигранты не могут. Но им позволят выбрать один из двух предложенных регионов. Я уже подал на убежище во Франции. Я готов уехать из этих джунглей. Жить в них для нас нехорошо. Лучше отправиться в центр приема. Французские власти говорят о гуманитарном кризисе. За год в джунглях Кали умерли 18 человек. Но, несмотря на это, многие не хотят уезжать. Эвакуация их пугает. Те, кому уже однажды отказали в убежище, боятся депортации. Другие волнуются о том, что их отправят в страны, где они впервые въехали в Евросоюз. Или же, наоборот, сами не хотят оставаться во Франции. Нет, я не уеду отсюда. Я не хочу уезжать. Я хочу в Британию. Я бездомный, но не безнадежный. Я знаю, о чем мечтаю. И я хочу уехать в Канаду. Активисты правозащитных организаций говорят, предыдущие попытки разогнать джунгли Кали приводили к тому, что некоторые мигранты начинали просто прятаться от властей. Так, по словам правозащитников, было в марте, когда часть лагеря бульдозерами сравняли с землей. Сбегут около половины, может, чуть меньше. Они либо сбегут из автобусов, либо просто уйдут, как уже многие и сделали. За последние недели отсюда уехали более двух тысяч. И в эти выходные многие тоже уезжали. Кто в Париж, кто еще куда-нибудь. Большинство обитателей джунглей мечтают о Великобритании. До нее всего 34 километра. Но там их тоже не ждут. На прошлой неделе британские власти начали впускать лишь детей без сопровождения, имеющих родственников внутри страны. На этих выходных Лондон впервые принял 70 детей-мигрантов без каких-либо связей в Великобритании. В Калие новость об этом восприняли с надеждой. Здесь остаются почти полторы тысячи несовершеннолетних без семьи. Сейчас французские чиновники пытаются выслать в Великобританию как можно больше детей. На парламентских выборах в Литве победила оппозиция. Прошел второй тур голосования. Выборы признали состоявшимися. Вперед вышел Союз Крестьян и Зеленых. Он обеспечил себе 56 кресел Сейма и 141. Отмечу, это будет самая крупная фракция за последние 20 лет. Однако единолично принимать решения у нее не получится. Для парламентского большинства нужна коалиция. Вот кто в нее войдет, сказать пока трудно. Из Вильнюса мой коллега Денис Тарасенко. В некоторых вопросах они левее социал-демократов. В других – консервативнее правых сил. Кто они? Литовцам до сих пор не ясно. На волне разочарования населения и коррупционных скандалов Союз Крестьян и Зеленых ворвался в парламент с рекордным для Литвы результатом. Союз Крестьян и Зеленых стали не только главной сенсацией этих выборов, но и главным разрушителем традиций. Обычно в ночь после выборов политики собираются на первые консультации о будущей правящей коалиции. Христиан и Зеленые решили нарушить эту традицию и в свой штаб никого не позвали. Минувшей ночью в штабе Зеленых кипела напряженная работа. Политики подсчитывали победивших в округах на столах никакого алкоголя. Чай, кофе, традиционный литовский торт Шакотис. Приговоры, говорят победители, будут со всеми политическими силами и продрятся не меньше недели. Консерваторы из Союза Отечества христианских демократов Литвы получат 31 место в Сейме. Они чрезвычайно недовольны, что победители намерены договариваться о коалиции как с ними, так и с социал-демократами. Для меня в принципе недопустима позиция, когда переговоры идут на два фронта. Мне непонятна позиция, что между социал-демократами и консерваторами нет особых различий. Поэтому можно вести переговоры и с теми, и с теми. Я не вижу таких возможностей. Консерваторов ранее называли основными претендентами на тандем с крестьянами и зелеными. Однако накануне политики разругались. Консерваторы намекнули на связи победителей с Россией. Основной бизнес председателя партии крестьян Рамуна Сокарбаускиса – это удобрение, которое он закупает в России и Беларуси. Родной брат предпринимателя Миндалгас – художественный руководитель театра Маяковского в Москве. Наконец, до вступления в НАТО политик пытался организовать референдум, дабы решения о вхождении в Североатлантический Альянс не было лишь решением парламента. Все это политику припомнили именно сейчас, намекают на его возможные связи с Кремлем. Претензии победители отвергают. Я могу всем журналистам заявить, что мы будем действительно открытыми. Мы будем говорить и отвечать на все вопросы. Мы будем декларировать все встречи и все поездки. Мы будем настолько прозрачными, насколько это необходимо, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений. Ровно этого же мы будем требовать у партнеров по коалиции. Словесная война с правыми парадоксальным образом может сохранить власть за проигравшими выборы социал-демократами. У них 17 мандатов, а значит, только их достаточно крестьянам зеленым для большинства в парламенте. Если они получат под 60 мандатов, то им будет необходимо всего 11, а у нас только после первого тура уже 13 мест. Впрочем, не исключенный пролич власти. Если союз крестьян и зеленых не договорится ни с правыми, ни с левыми, то Литво ожидает эпоха безвластия. Сценариев масса. От правительства меньшинства до перевыборов. Денис Тарасенко, Настоящее время, Вильнюс, Литва. Очередное перемирие закончилось. Российская и сирийская авиации возобновили бомбардировки районов Алеппо, контролируемых оппозиций. На земле работает при этом тяжелая артиллерия. Сирийская правительственная армия и повстанцы продолжают обстреливать позиции друг друга. ВОН, тем временем, предупреждают тех, кто уцелеет в результате взрывов, ждет голод уже в самое ближайшее время. Подробнее Шахиды Якуб. В Олеппо закончился трехдневный режим прекращения огня, объявленный Россией в одностороннем порядке. На жителей оппозиционных районов снова посыпались бомбы. По сообщению независимой сирийской мониторинговой группы, удары стали наноситься еще с рассвета. Воскресенье продолжались весь день. На этих кадрах, отснятых местными активистами, вы видите последствия одного из таких бомбовых ударов. Жители района Аль-Машад, который находится в руках у повстанцев, вышли на улицу оценить ситуацию после недавно прогремевшего взрыва. Из-за пыли и дыма еле видны дома. В течение трехдневного прекращения огня российские и сирийские военные предлагали жителям осажденных правительственными войсками районов и повстанцам сложить оружие и выйти из города по гуманитарным коридорам. Однако откликнулись на этот призыв немногие. Сирийские СМИ обвинили повстанцев в том, что они используют мирное население в качестве человеческого щита. Однако спецпосланник ООН по Сирии Стефан Демистура подвергается сообщению сомнению. С цифрами все понятно. В городе находится от 6 до 7 тысяч повстанцев и 275 тысяч жителей. Около 100 тысяч из них – дети. Их голоса должны быть услышаны, и только их голоса. Ко мне приходит информация, что люди не хотят покидать город. Они не хотят становиться беженцами. Они хотят остаться в своих домах. Единственное, о чем они просят – это прекратить бомбежки. В течение нескольких недель осажденные районы Алеппо подвергались почти бесперерывным бомбардировкам российской и сирийской авиации. ООН так и не удалось эвакуировать тяжелораненых и доставить продовольствие, так как стороны конфликта не смогли предоставить им гарантии безопасности. Жители Алеппо не получали гумпомощь уже 4 месяца. Генсек ООН Банки Мун предупредил, что продовольствия в городе хватит только до конца этого месяца. СООБОДНАЯ СИРИЙСКАЯ Армия, коалиция противостоящих осаду группировок, сообщила, что готовит наступление для того, чтобы прорвать блокаду и предупредила жителей не находиться вблизи правительственных учреждений и военных объектах. На этих кадрах, распространенных сирийской армией, вы видите бои между правительственными силами и повстанцами на юго-западе города. По сообщениям независимой сирийской мониторинговой группы, оппозиция обстреляла район Хамдания, который находится в руках у правительства. В то же время министр иностранных дел Франции призвал ввести экономические санкции против Сирии после того, как комиссия ООН подтвердила факты использования сирийской армии химического оружия. Это происходит уже в третий раз. Мы только что узнали, что комиссия ООН подтвердила факты использования химического оружия правительством Сирии. Мы надеемся, что на основе этого Совбез ООН примет резолюцию, которая осудит использование химического оружия сирийским режимом и так называемым исламским государством. Расследование ООН заняло 13 месяцев, в течение которых трижды были выявлены случаи использования сирийской армии токсичных газов, в основном хлора. Последний подтвержденный случай произошел 16 марта прошлого года в провинции Идлиб. Скорее всего, Россия наложит вето на любые санкции в софтбезе ООН против Сирии на основании того, что выводы комиссии ООН не исчерпывающие. Последние события вокруг Сирии не оставляют практически никакого шанса решить проблему дипломатическим путем. Шахид Якуб, Настоящее время. Это итоги дня. Эфир из Праги. Смотрите далее. В России новый скандал с поставками лекарств. Пациенты спасают себя сами, рассылают таблетки друг другу по почте. Заживо сожгли 25 тысяч человек. В Одессе вспоминают массовое уничтожение евреев в октябре 41-го. За сто лет люди так и не смогли понять, чего стоит их жизнь. Главный приз кинофестиваля в Риге получает фильм о событиях Первой мировой. В Иракском Масуле продолжается операция по уничтожению боевиков группировки «Исламское государство». Силы коалиции предприняли очередное наступление. Подробности в материале Сергея Хиршвильда. Силы коалиции продвигаются вперед. На некоторых участках войска иракской армии курдского ополчения Пешмерга подошли почти вплотную к Масулу. Новости из зоны боевого соприкосновения с террористами «Исламского государства» приходят противоречивые. В ближайшие дни информацию можно будет почерпнуть только из военных источников. Журналистам запрещен въезд в зону военных действий. Очень и очень опасно. Операция по освобождению города проходит тяжело. Минувшие выходные боевики «ИГИЛ» перешли в контрнаступление, что заставило силы коалиции сбавить темп атаки, а кое-где даже занять оборонительные позиции. Впрочем, даже окопы могут иметь наступательное значение. Перед нами поставлено три задачи. Первая задача состоит в том, чтобы открыть путь для наступающих войск и предотвратить любое нападение заминированных автомобилей противника на расположение наших частей. Вторая задача – обеспечить пути снабжения наших дивизий. Третья и основная задача состоит в том, чтобы предотвратить попадание заминированных автомобилей на главные магистрали. Иракские войска и Пешмерга практически вышли на северные окраины Масула. Тель-Каев – небольшой городок, всего в пяти километрах от города, полностью освобожден от боевиков ИГИЛа. На сегодняшний день авангард коалиционных частей остановился всего в двух километрах от самого города. «Слава Богу, мы в отличной форме. У нас есть долг, и мы его хорошо выполняем. Каждый день. С утра подготовили грузовики. Бойцы все готовы, и мы надеемся, что сможем освободить большие пространства. Мы будем продвигаться вперед, пока не освободим весь Ирак». К сожалению, даже в рамках общей операции против ИГИЛ не обходится без застарелой вражды. Премьер-министр Турции Бен-Али Елдырым сообщил, что турецкая армия участвует в освобождении Масула. «Курдское ополчение Пешмерга мобилизовало силы и зачистило от боевиков регион вокруг города Башика. Они попросили у нас помощи, и наши танки, артиллерия и гаубицы помогли им». Однако ни иракцы, ни курды не желают участия Турции в этой операции и всячески опровергают сказанное в Анкаре. Еще несколько дней назад в Багдаде заявили, что освобождение стороны от исламского государства – не турецкое дело. «Мы очень заинтересованы в хороших добрососедских отношениях с Турцией. Мы также заинтересованы в отсутствии конфронтации с Турцией, так как это соседняя страна. Битва за Масул – это иракская битва. Ее запланировали и ведут сами иракцы. Я знаю, что турки хотят участвовать в этой войне. Мы говорим им спасибо, но вести этот бой иракцы будут сами». Тем временем американское военное командование озвучило свои ближайшие планы. По словам главы Пентагона Эштона Картера, уже в ближайшее время начнется наступление на самопровозглашенную столицу исламского государства – город Ракку. По замыслу американцев мышеловка захлопнется, и отступать главарям ИГИЛ будет некуда. Сергей Хиршвельд. Настоящее время. «Запрошенные пеплом» – это также о войне. Так называется фильм, взявший главный приз третьего международного кинофестиваля в Риге. Его режиссер – латвиец Давис Симонис. Он рассказал о судьбах и событиях Первой мировой. Награду автору вручали со словами. «За более чем сто лет человек так и не смог понять, чего стоит его жизнь из Риги». Наш корреспондент Анна Трудолюбова. Главные критерии отбора – оригинальность режиссерского решения и творческий эксперимент. Члены международного жюри, а среди них куратор кинофестиваля в Сан-Себастьяне Роберто Куэто и российский кинокритик Петр Шепотинник оказались перед непростым выбором. В конкурсе участвовали картины и однократные призеры других международных кинофестивалей. В этом году главная награда досталась полнометражному фильму латвийского режиссера Дависа Симониса «Запорошенные перфом». За этим режиссером очень большое будущее. То, что он мыслит нестандартно, он пытается свой сюжет как бы растворить в атмосфере, очень активно задействует все практически возможные в современное время возможности киноязыка, звук. Роберто Куэто сказал, что этот фильм не только о Первой мировой войне. Тема более всесторонняя и вневременная. А визуальное решение просто потрясающее. Оглашая творческий приговор, этот фильм описали так. Вечная и универсальная аллегория неописуемых ужасов войны, выраженных амбициозным и бескомпромиссным киноязыком. Сам автор не скрывает эмоций. Конечно, это неожиданность, очень позитивная. Неотъемлемой частью Рижского кинофестиваля становится внеконкурсная программа документального кино «Арт-дог-фест» Виталия Манского. В этом году при зрительских симпатии получила картина израильского режиссера Влади Антоневича «Кредит на убийство». Этот фильм многих потряс. Просто я знаю людей, которые после посмотра этой картинок мне несколько дней рассказывали о том потрясении, которое они испытывали от мощи, от силы, от убедительности и, в общем говоря, от художественной состоятельности этого фильма. Три года – достаточный срок для создания традиций и выработки почерка. Лекции, круглые столы, дискуссии привлекли к фестивалю повышенное внимание публики. Что немаловажно, поговорить о высоком можно было совершенно бесплатно. Рижский кинофестиваль становится своего рода мостиком между Востоком и Западом, местом встречи и пересечения европейской и российской культуры. Фестиваль в Риге – самый молодой из аналогичных кинособытий, проходящих в Европе. Ему еще предстоит найти и занять свою нишу. Но он, несомненно, уже успел стать одним из ведущих культурных событий Балтийского региона. Анна Трудолюба, в настоящее время, Рига. И вновь в Украину. В Одессе вспоминают массовое уничтожение евреев в начале войны. Те события часто сравнивают с трагедией Бабьего Яра в Киеве. 23 октября 1941-го нацисты заживо сожгли 25 тысяч человек. Их согнали в здание пустующих складов на окраине города. Из Одессы наш корреспондент Всеволод Ананев. Это место называют «Дорога смерти». Каждый год сюда приходят родственники одесских евреев. Почтить память убитых предков. Осенью 1941-го фашисты согнали сюда около 25 тысяч человек. Их повели на окраину Одессы, к военным складам. В музее Холокоста воссоздали эту территорию в миниатюре. Евреи были из здания тюрьмы депортированы на эту территорию, загнаны в бараки. Это было 9 складов. До войны это были артиллерийские склады Советской армии, где хранилось советское вооружение. Когда Советская армия покинула Одессу, эти склады остались пустые. Это была окраина города. Румыны из здания тюрьмы депортировали сюда евреев колоннами, загнали их в эти бараки, облили их бензином, вот стоят бензовозы и подожгли. Вся семья Михаила Александровича сгорела заживо. Ему удалось сбежать. Едва загорелись склады. Остальных расстреляли при попытке к бегству. Как только деревянные стропила схватились и прогорели, край крыши сразу просел, образовалась дыра. Ну, я сквозь эту дыру проскочил, я чувствовал рядом топот, слышал, вернее, топот ног. Я слушал вскрики раненых, я слушал падение тел убитых. Это горели живые люди, это горели евреи, лишь только за то, что их мать родила на свет. Роман Шварцман попал в концлагерь пятилетним ребёнком. Он создал организацию бывших узников гетто. Утверждает, они первые в мире подняли тему Холокоста. Занимаются сохранением исторической памяти и сегодня. Мы стараемся ставить в местах массовое уничтожение евреев, устанавливать памятники, памятные доски. Было упущено очень большое время при советской власти. Тема Холокоста нельзя было возобновлять, нельзя было говорить. Это единственная в Украине аллея праведников народов мира. Они спасали узников гетто от нацистов. По количеству праведников Украина четвёртая в мире. Каждая берёза посажена в память об одном из этих людей. Но все деревья разного возраста. Много пустых лунок. Вандалы ежегодно ломают и выкорчевывают саженцы. Энтузиастам часто приходится высаживать аллею заново. Все волатонания в настоящее время. Одесса. В России новый скандал с поставками лекарств. На этот раз для людей с диагнозом болезнь Вильсона-Коновалова. Это редкое заболевание, связанное с наследственным расстройством обмена меди, приводящее к её избыточному отложению. Власти не обеспечили пациентов необходимыми препаратами. В результате больные решили спасать себя самостоятельно. Жизненно необходимые медикаменты начали переправлять почты друг к другу. Из Санкт-Петербурга. О доведенных до отчаяния людях, готовых подать коллективный иск к Минздраву, Юрий Баранюк. У Виктории Рыжковой болезнь Вильсона-Коновалова. Чтобы не умереть, она должна каждый день принимать препарат Купринил. Он помогает выводить медь из организма, который сам с этой задачей не справляется. Но если в Петербурге лекарство есть на полках аптек, то в четырех субъектах страны его не достать. Кому может, Виктория рассылает таблетки почтой. Я только что отправила две упаковки Купринила. Одну упаковку в республике Коми и одну упаковку в Оренбургскую область, в город Новотроц. До сих пор в этих регионах нет Купринила ни по рецептам, ни за деньги. То есть летом были проблемы с поставками Купринила в страну. Сейчас они возобновлены. Но вот эти два региона и еще нескольких других регионов не провели госзакупки. И люди с болезнью Вильсона-Коновалова по-прежнему остаются без лекарств. Без лекарств пациент не погибнет мгновенно. Но достигнутый результат будет потерян. Терапию придется начинать сначала и с минимальных доз. Если даже таблеток не будет вовсе, человека может разбить паралич. Болезнь поразит мозг и внутренние органы. Они не могут себе не позволить принимать Купринила, потому что для них это смертельно. Летом, когда я занималась тем же, чем и сегодня, работала Минздравом, я отправила Куприни людям, которые уже лежали в больнице. На каких-то других препаратах, которые выводили медь, но они не являются помогающими. Просто хоть как-то, чтобы быть под контролем врачей. Нынешний перебой с поставками лекарств для людей с болезнью Вильсона Коновалова уже вторые за последние три месяца. Летом мы рассказывали, как пациентам таблетки вообще приходилось везти из Украины. Почему инвалиды опять остались без медикаментов? В Министерстве здравоохранения вместо ответа нам предложили задать вопрос другому федеральному ведомству. Вопрос закупки лекарственного препарата Купринил не относится к компетенции Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ввиду того, что указанный вопрос в большей степени относится к производству лекарственного препарата Купринил, то дополнительно рекомендуем обратиться в Минпромторг России. На коммерческие аптеки и даже фабрики по производству медикаментов больным тоже рассчитывать не приходится. В России лечение нужно нескольким тысячам человек. Слишком мало с точки зрения экономики производства. Поскольку препараты для лечения достаточно дешевые, то особого интереса и поддержки со стороны фирм, пациентской организации для врачей здесь нет. Отсюда и снижение интереса, и, соответственно, украшение медицинской помощи данной категории больным. На моей памяти диагноз у меня уже установлен 6 лет. Это первый раз, когда Купринил исчезает совсем. То есть, если его нет за льготу, да, можно прийти в аптеку, купить его за деньги. С этим проблем никогда не было на моей памяти. И первый раз я с этим столкнулась, у меня был шок, паника. Я просто не знала, куда бежать, что делать и вообще как, что. Теперь Любовь Ганькина вместе с другими больными планирует подать коллективный иск против Минздрава. Несмотря на все усилия волонтеров, именно в руках федерального ведомства жизни тысяч пациентов. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. На этом все. Таким был этот понедельник, 24 октября. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Сергей Дорофеев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!